Дорогие друзья и зрители канала Лошади, Ослы и Мулы. Horses, Donkeys и Мулы. Сегодня мы будем смотреть вместе с вами, как жеребцу Диасу первый раз я одеваю сшитое седло. Стоит рассказать предысторию такого интересного поворота. Наблюдательный зритель заметил, что писюн нашего Диаса немного зеленоват. Это зеленка, обычная зеленка, здесь она в спрее выдается, я имею ввиду в Греции. Короче, спонтанно мы кастрировали жеребца Диаса. Итак, предыстория. Мы решили кастрировать жеребца Ричарда и по этому поводу вызвали ветеринара. Назначили встречу, причем дней на кастрацию в году очень мало. У нас либо жарко, либо холодно. Либо мухи, либо минус температура. Все эти условия не годятся для кастрации жеребца. Ричарду всего два года, я хотела его кастрировать еще до того, как он проявит какие-либо жеребцовые свои качества. День операции был назначен, но между делом ходил у нас такой распор о том, что наш такой доблестный добрыня, Диас жеребец, он не совсем быкосеменитель. Короче, может что-то с ним сделали в предыдущих руках, может быть такая особенность, может фиг его знает что, но во всяком случае жеребец он не приносит. Так сказать, не сильный как жеребец, но как конь, довольно таки симпатичный. Вроде бы и резвый такой, и до кобылы домогается нехило, но вот жеребят как-то не приносит. Такая вот у него особенность, несмотря на всю его красоту. И судя по загривку, количество такое, тыскостерон. И я собралась его продать, потому что я взяла другого жеребца, более сильного, менее такого, менее в теле, но более сильного именно вот в качестве спермы. И здесь зашел у нас разговор о том, что очень жаль после того, как из этой невоспитанной лошади, из этого невоспитанного коня, дурного, испорченного, за столько лет из жеребца я сделала в принципе послушного, замечательного, воспитанного коня. И человек, который просто видящий работу проделанную со мной, то есть мною жеребцом, он мне подсказал такую идею, типа того, что очень жаль, что ты его продашь после того, сколько ты сил в него вложила. Что, возможно, лучше будет кастрировать его, тем более, что у тебя случилась какая вода, и ты осталась без лошади для верховой езды. Он просто его помнил, когда он ко мне приехал, это был абсолютно дурной конь. И сейчас он просто поражается, как можно из жеребца сделать коня, из жеребца испорченного, я имею в виду, сделать такого коня, которого в горах, в лесу, в дикой природе можно просто подойти, обнять его, поцеловать, надеть ему недоуздок, привязать его к машине. Ну, действительно, ведь я очень много сил в него вложила, чтобы сделать из него нормального, безопасного жеребца. Ну, жеребцом, но с именителем, как бы быком, он у нас оказался кудышным. И действительно, ведь хороший конь, и мне что-то стало жалко. А здесь, значит, дата для Ричарда запланирована, а врач уже в пути, и у жеребца Ричарда случились колики. Даже не знаю, что думать по этому поводу, но когда врач приехал, а я его предупредила, что, в принципе, я хочу кастрировать двух лошадей, но он сказал, что в один день двух коней он кастрировать не сможет. Двух шеребцов кастрировать не сможет. Когда он приехал, я ему показала жеребца с коликами, он отказался делать ему операцию. Пошла на поле, поймал Диас и привела. И его вот так спонтанно вместо Ричарда мы и кастрировали. Теперь я с ним, значит, занимаюсь его обучением. В общем, как сказать, цели изначально не было из него делать ездового, поэтому никто никогда им в этом профиле не занимался, тем более я. Я его каким-то навыком необходимым научила, послушанию, одевание недоустки и все такое. Остальное все он у нас, в принципе, не знал, абсолютно не может. И тут мы его кастрировали и решили сделать из него ездового, в принципе, коня. Конечно, если бы это был какой-то дурной конь, то мы на такой вот шаг ни в коем случае не пошли бы. Ну, а здесь в коне виден потенциал. Он многому научился за эти годы общения со мной, я действительно в него вложила очень много сил. И вот в этом видео мы видим абсолютно первый раз, когда я ему одеваю седло. Это мое шитое седло, я на нем и верхом ездила в свое время. И теперь использую для обучения лошадей, потому что оно легкое. Вы, наверное, много раз уже это слышали, а кто видит мое видео впервые, тот сейчас обращает на это внимание. Это седло из одеялок, фактически коврик с этими самыми стремнами и подпругой. Очень удобно, особенно для девочек, потому что в тяжести поднимать все же тяжело. И если уж ты поднимаешь седло, то имеет значение поднять его один раз и сразу одеть его на лошадь. Ведь седла, все знаем, что они довольно тяжелые. И чем лучше седло, тем оно тяжелее, собственно. Вот так, фактически, сразу после гадстрации, через две недели или три, мы приступили к обучению жеребца Диаса. И он это воспринимал довольно спокойно, с интересом. Как вы видите, почти без проблем. Можно сказать, не до усток. Я ему уздечку одевала гораздо дольше, чем саму седло. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Лошади Аслы и Муны. Оставайтесь со мной, пишите дорогу. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.